Приветствую вас, не обещайтесь, пожалуйста, на то, что я буду несколько скептично относиться к тому, что вы пишете, потому что чувствуется, что вы на эмоциях, чувствуется, что вы такой, ну, импульсивный немного человек, ну, как мне показалось из вашего текста, ну вот, и, ну, здесь самое главное не наломать дров, здесь самое главное не сделать так, чтобы вы потом жмели. То есть, во-первых, хочется вас поправить. Не работоголик, а трудоголик, трудоголик. Это первое. Второе. Трудоголизм должен диагностироваться. То есть, вот, ни много ни мало трудоголизм должен диагностироваться как классическое заболевание. У трудоголизма должны быть свои основания, свои проявления, свои, значит, причины и так далее. У трудоголизма. Как бы, если девушка просто много работает, вот, то это еще не значит, не значит, что она трудоголик. Это значит просто, что она, ну, увлечена своей работой, что работа для нее имеет очень важное значение. Вам бы вот увидеть, куда ее работа, собственно, ведет, да, то есть, в каком направлении ведет ее работа. То есть, это дает для нее какой-то результат, перезидип, или она просто работает, вот, как бы, не развивает. Это первое. А второе, значит, что она стараживает, да, это то, что вы договариваетесь. То есть, я понимаю, что вы хотите договариваться. Я понимаю, что вы пытаетесь договариваться, я понимаю прекрасно этот момент. Но, я так же понимаю, что с женщинами договариваться можно лишь с серьезной поправкой на то, что женщины. На то, что женщины относятся к договоренностям не как мужчины, на то, что женщины относятся к договоренностям, ну, грубо говоря, совсем-совсем по-другому, совсем иначе. Не так, как мужчины. Это нужно учитывать. Как бы, следующее, что настораживает, то, что вот вы принципиальны, да. То есть, принципиальность любая в отношениях, это на самом деле, скорее вредит им, чем на пользу идет. К сожалению. То есть, принципиальность не должно быть. А дальше, следующее, что настораживает, то, что вы говорите, ну, что строить отношения. Вот. Вы пытаетесь, ну, хотите, пытаетесь, неважно, устроить отношения. Ну, я не знаю. То есть, отношения, их не строят, в принципе. Отношения, они направлены на людей. У вас такое чувство, что отношения выведены, знаете, в рамк самостоятельности. То есть, отношения для вас что-то самостоятельного. Так быть не должно. Отношения не могут быть что-то самостоятельное. Отношения, это люди, это ориендация на людей. В данном случае, на девушку. То есть, начали с ней предприятия, хотите что-то для нее делать. Хотите что-то для нее делать. Хотите что-то для нее делать, что не вредит вам. К примеру, договорились с ней, окей. Она не пришла, вы занимаетесь своими делами, немножко ее подождали, позвонили. Все понятно. Сейчас, соответственно, повторили еще раз. Увидели, что это повторяется еще раз. То есть, увидели, что ситуация, как бы, он принимает постоянный характер. Все вопросы предоставят и предлагают встречи, просто общают. Вот. И в без всякого года времени говорите, что, извини, дорогая, как бы, ну... Я понял, что нам с тобой не по пути. Все. Но вы же, там, конфликтуете зачем-то. Ну, то есть, зачем это отдельный вопрос. Я полагаю, что он вытекает из того, что вы испытываете всякую к ней. Вот. Вы ставите условия либо-либо. Тут для женщины, опять же, подобные условия ставить неприемлемо. Вот. Поэтому, ну, в данном случае хочется просто более подробно рассмотреть вашу субъективную сторону относительно данных ситуаций. То есть, вот была договоренность. Окей. Как вы к этой договоренности отнеслись? Как вы вообще... Насколько важное место занимает девочка в вашей жизни? Почему вы так отреагировали негативно? Это, как бы, ну... Вопрос. Дальше. Извинилась. Пообещала делаться зависящей от неё. Заметьте, пообещала делаться зависящей от неё, но не пообещала, что это будет не повториться. То есть, вы, как мужчины, с шепетими к форме должны были увидеть здесь, что, ну, это довольно обтекаемая форма ответа. Извинения, кстати говоря, ничего не значит в данном случае. Дальше было лето, вся грустная нога большая, но в середине августа всё по новой. Работа, работа. Видимо, трат неделю, а договоренность их опять забыли. Ну, вам нужно всё-таки напомнить, как сказал моя коллега Марина Голикова. Что делать? Что делать, чтобы что? В своих чувств до конца не могу разобраться, тянет к ней довольно сильно, но это привычка или уже чувства, пока не могу понять. Ну, давайте определим, что есть тяга, а с тяга нужно поработать. Тяга – это значит ваше желание. То есть, вас не тянет, вы чего-то хотите, а потом чего-всего. Если мы говорим о тягах, то тяга никак не относится к любви. Тяга относится к потребностям. Если вы свою потребность выделите и смотрите в лицо, и смотрите в лицо, и смотрите на самом деле, тогда будет девочка. Большой вопрос. Танетра не потеряет её не хочу, а то что? То есть, ну вот, вы её потеряете, и что будет? Что произойдёт? Другой поступитель с тем, что для меня принципиально очень схожен, да и не понятно, Наталья. Я бы сказал, что в отношениях принципов, ещё раз повторю, в отношениях принципов быть не должно. То есть, отношения – это гибкая история, и именно принципиальность здесь не приветствуют. Здесь приветствуется чёткое понятие пользы и вреда. Здесь приветствуются личные границы. То есть, это отличается, это отличается, что ты, но не принцип. То есть, вы знаете, что вот она и такой человек. Вы её, по идее, как у вас есть чувства, если эти чувства любви, то вы её принимаете. Принимаете её безусловно, как сказал другой мой коллега, Кудрыщёв Игорь Леонидович. Если вы её принимаете безусловно, то вы просто-напросто отталкиваетесь от того, что, к примеру, важно для вас. То есть, вот вы договорились, она, там, не пришла, ну, или, там, не выполнила договорённую. Вы занимаетесь своими делами. И всё. А покажитесь от встречи с ней раз в неделю. То есть, когда она вас позовёт, покажитесь от встречи. Чего попали, я не хочу. Не пишите сами. То есть, то есть, покажите ей, что вам неприятно. Покажите. Покажите поведение, с чувствами, не… теми средствами, которые вы используете сейчас. Дальше. Значит, ещё один мой коллега, Александр Ковальчук, говорит о том, что вы не интересуетесь внутренним миром, девочка. Я, конечно, не знаю, насколько это… А… Правда. Вот. Что-то… Я не знаю. Это… Может быть… Это так. Может быть… Это так. Не так. Но… Нужно смотреть. То есть, если… Допустим… Для девочки важна работа. Ну… Которая она занимается, да? Которая у неё есть. Если для неё важна… Важна… Важна работа. Ну, наверное, стоит принять. Вот. Ну, на мой взгляд, хорошая рекомендация… Мои коллеги… А… А… Мои коллеги… А… Ваша договорённость… Подумайте об этом… Собственно говоря… Подумайте… И… Исходя от этого, всё будет… Видно. Тогда. Что вам нужно и… С чего вы хотите и так далее. Ну, мне, по крайней мере, видится… История такой. У меня история видится… Так. Вот. На этом, в принципе, всё. А я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего… Самого доброго. И… Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Удачи. Удачи! Продолжение следует...